Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера мне поступила новая инвестиционная идея по поводу покупки нефти марки Brent от открытия брокер. Сейчас я хочу вас с ней познакомить. Я уже выходил в прямой эфир на своем канале. Сейчас я более подробно с этой инвестиционной идеей вас познакомлю. Вот посмотрите. Горизонт инвестирования 4-9 месяцев. Это средняя срочная идея. 4-9 месяцев, то есть где-то на полгода. Финансовые инструменты BRG-9, BRH-9. Торговая площадка Форц, валюта рубли. Риск ожидаемый 9%, ожидаемая доходность 16%. Рекомендации для портфеля. 8% от суммы всего депозита рекомендуют вложить в нефть. Бенчмарк депозит рублевых умножить на 1,5. Что это такое? Это значит, что они сравнивают доходность среднюю по своей инвестиции с депозитом умножить на 1,5. Со средним депозитом по банковскому счету умножить на 1,5. То есть в 1,5 раза выше доходность от депозита. Ну, это цель. Вот. Фундаментальная идея. Читаем. С начала 2016 года цены на нефть активно подрастали на фоне балансировки спроса и предложения, которое стало возможным благодаря сокращению добычи по пакту ОПЕК+. Ну, в июне 2018 года на ожиданиях американских санкций против Ирана, как я говорил, страны пакта договорились снова нарастить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день. Ну, на ожиданиях санкций против Ирана пакты страны договорились. Страны не договорились. Там Трамп очень серьезно наезжал, говорит, давайте наращивайте, чтобы уронить цены на нефть, потому что мы будем вводить санкции против Ирана. И поэтому, поэтому, как раз они договорились. Вот. Но, да, и цена к октябрю превысила 85 долларов за баррель. А вот 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит бывший гражданин Аравии, оппозиционный журналист Хаш Коджи, что привело к страхам на рынках о возможном смещении наследнего принца Мухаммеда и о возможном развале пакта ОПЕК+. Цены на нефть с начала октября начали свое падение. И в начале ноября ввели санкции США против иранской нефтедобычи. Но при этом крупнейшим потребителям иранской нефти, крупнейшим, Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции была дана полугодовая отсрочка. То есть они санкции вроде как ввели, но вроде как не ввели, потому что санкции введены на процентов 5 может быть от иранского экспорта на самом деле. Поэтому это событие стало шоком для нефтяного рынка, так как Россия и Саудовская Аравия уже компенсировали на рынке ожидавшиеся падения добычи. Ну в основном Саудовская Аравия. Между тем 7 декабря страны Пакта ОПЕК договорились о сокращении, то есть убрать с рынка о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день. По оценкам авторитетнейшего Международного энергетического агентства, это должно привести к балансировке рынка черного золота в первом квартале. А во втором квартале рынок может вновь вернуться к состоянию дефицита. Впрочем, сделка ОПЕК-плюс подразумевала сокращение добычи лишь с начала января, а в условиях обвала на фондовом рынке США падение цен на нефть локально продолжилось. Ну что имеется ввиду, S&P 500 начал падать и соответственно продолжилось падение цен на нефть. И в канун западного Рождества цен на нефть бренд достигли минимума 50 долларов за баррель. В России в отсутствии торгов до 45 опускалось. Но потом, что пишут аналитики, на наш взгляд сложившийся характер форвардной кривой бренд создал в декабре условия для выгодного среднесрочного входа. Заметьте, на наш взгляд, то есть, если вы принимаете, если вы согласны с мнением аналитиков, то да, вы можете делать, но риски при этом вы берете по-любому на себя. Вот, то есть, никто вам их не компенсирует. То есть, смотрите, читайте. Вот, они так считают. Вот, что дальше? Ну, дальше графики. В принципе, вот этот вот файл в PDF у меня есть. Вот. Итак, инвестиционная идея. Мы делали 26 декабря. Покупку февральских фьючерсов на нефть бренд по цене 57 долларов. В настоящее время наша идея достигла первой цели, но мы ролируем ее в сторону второй цели. Для этого мы продаем экспирирующиеся в ближайшие дни февральский фьючерс и покупаем мартовский. Перекладывается в мартовский фьючерс. Продажа по цене 60.47, покупка по цене 60.39. Ну, разница между февральским и мартовским, она вот существует. Она такая есть. Вот. То есть, перекладывается в мартовский фьючерс. Соответственно, графики. Вот здесь, значит, бренд Эли, осциллятор RSI, Relative Strength Index. Вот, индекс относительной силы. Ну, соответственно, вот, ну, приводится, как бы, то, что я раньше сказал, это фундаментальный анализ. То есть, там, сокращение, так сказать, там, добычи и так далее, балансировка рынка. Здесь, соответственно, технический анализ и определяют уровни поддержки и сопротивления на основе осциллятора RSI. Ай. Собственно, вот такая идея. Я с ней вас познакомил. Что сделал я? Я сделал, я, как уже говорил, наивный, как чукотская женщина. Поэтому я воспользовался этой идеей. Я посчитал, что эти доводы вполне себе обоснованы. Поэтому я купил, вот, ну, я купил не просто нефть. Я купил опцион кол на нефть марки Brent. Два вида опциона. Со страйком 66 и со страйком 68. Для тех, кто понимает, для тех, кто окончил мой курс биржи для чайников, это будет понятно, что такое страйк, что такое опционы. Ну, для тех, кто не понимает еще, ну, во-первых, советую купить курс биржи для чайников. Во-вторых, ну, это вот крайне рискованный инструмент, на самом деле. Поэтому я его не рекомендую брать тем, кто в этом мало что понимает. Потому что риски запредельны. Но зато и прибыль тоже будет запредельна. То есть, если, скажем, если нефть марки Brent увеличится, таки, в цене до 70 долларов за баррель, то вот эти мои вложения вырастут раза в 3-4. Вот таким образом. Но если не вырастут, то, соответственно, они упадут до нуля. Вот, то есть я очень сильно рискую, поэтому я не рекомендую вам рисковать, а я рекомендую вам просто воспользоваться рекомендацией и купить. Даже не рекомендую. Я бы, так сказать, как бы вот, мне кажется, это лучшее решение, вот так, скажем, было бы купить все-таки фьючерс. Оно более надежно, менее рискованно. Вот, собственно говоря, сейчас все. В правом верхнем углу вы видите значок И по-прежнему, если вы наведете на него, там выскочит окошечко, и там будет и биржа для чайников, и все видео, которые могут с этим связаны быть, которые могут быть вам интересны. Вот. Ну, а сейчас на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok